Вчера забрали девочку из дома, она была на гостевом пребывании у старшей сестры. За ней поехал Анатолий Павлович, чуть-чуть наш бывший директор, который сейчас в должности инженера по ОТБ на своей машине. Девочка с ним наотрез отказалась ехать, он приехал, вернулся в школу и попросили поехать за ней социального педагога. Социальный педагог, вернувшись в школу, по прибытию в школу, по возвращению, с девочкой девочка была в истерике, мы ее успокоили, ну и вкратце нам рассказала о случившемся, ну что, он ее обнимает, целует ее в губы. Был звонок из опеки от Ваниной, социальный педагог. Позвонила, сообщила, что вот такая ситуация случилась, что нам, как нам быть. Она спросила, кто у нас сейчас является опекуном детей. Она сообщила, что исполняет обязанности сейчас у нас Желяева Вера Александровна. Она сказала, идете сейчас к ней, объясняете ту ей ситуацию, рассказываете и в течение часа вы должны написать заявление в полицию. Девочка за все это время, сколько она у нас здесь находится, мы никогда ее не замечали во лжи, то есть она никогда не обманывает. Дети, которые подвергаются вот такому, они ведут себя, вот что, ну по ее поведению было видно, что она говорит правду, понимаете, по ее состоянию, по ее эмоциям, была девочка ревела, закрывала лицо, то есть было видно, что девочке стыдно об этом говорить. И то, что это продолжалось уже давно, знала еще одна воспитанница, то есть ее подруга. Мы ей задали вопрос, почему вы нам не рассказали об этом раньше. Она сказала, мы боялись, что нас будут ругать. Пришли ко мне две воспитанницы из интерната. Они иногда ко мне раньше заходили, мы писали письма мамам. И вот вчера пришли, и одна-то прям плачет, вся трясется. Я спросила, в чем дело. Думаю, мало ли приехала девочка из дома, может быть, что-то случилось, кто-то умер или что. И вот она мне сказала, что Анатолий Павлович меня, говорит, бросился целовать, обнимать. Сказал, что это все между нами, ничего никому не говори. А я, говорит, это вырвалось и побежала, говорит, и рассказала, ну, соцпедагогу, психологу в школе. Вот. А сейчас, говорит, мы ушли, боимся, что будут ругать. Если будут ругать, мы вообще убежим. Моя сестра воспитывается в детском доме в Черноусово. Ее привозил все время Чичулин. Да. Он вчера утром приехал, моя сестра с ним не поехала. Она начала истерить, начала реветь. Я говорю, почему? Что случилось? Она мне рассказала, что он к ней пристает, целоваться к ней лезет. Вчера она отказалась, потом приехал он второй раз с Еленой Юрьевной Баниковой, с воспитательницей ее. Она горькими слезами вообще уезжала, боялась я его. А вчера Вера Александровна Шиляева приехала с Анатолием Павловичем. Почему они приезжали? Чтобы я написала расписку, это все сочинила, наврала. А по вашему мнению, ваша сестра сочиняла или говорила правду? Нет, по моему мнению, она правду говорит, потому что она не будет наговаривать такое вот. Тем более на человека, на директора, да. Я говорю, почему ты раньше не сказал? Она говорит, я боюсь его. Я говорю, это не первый раз? Она говорит, да, это не первый раз. Уже. Она говорит, сколько раз я к тебе уже езжу? Вот. Он постоянно ко мне пристает. Потом Анатолий Павлович положил мне вот тут сюда, где у меня косметика, на полку. Тысячу рублей. Это взятка, они хотят меня купить, чтобы я на их сторону перешла. Она смятая? Смятая, вот такая. Подождите. Вот так вот она. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. Спасибо. Спасибо.